Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию вебинаров, посвященные актуальнейшей теме – клинические рекомендации. И сегодня у нас снова с нами Андрей Леонидович Соплатников, который расскажет нам о… Андрей Леонидович, о чем вы нам сегодня? Мы продолжим. Мы продолжим разговор, который был в прошлый раз, поскольку мы остановились с вами на этапе, что с 1 января 2022 года, в соответствии с постановлением правительства, ноябрьского, мы должны переходить уже на эту систему поэтапно, но клинические рекомендации по целому ряду заболеваний, в состоянии групп заболеваний должны стать юридическим документом для оказания медицинской помощи. Если вы помните, то мы конспективно с вами ответили на вопросы, почему это так важно, и что необходимо доктору знать для того, чтобы со всей серьезностью отнестись к необходимости обязательного внедрения клинических рекомендаций в свою практику. Андрей Леонидович, а в прошлый раз мы с вами говорили как раз о том, как разрабатывались эти рекомендации, я имею в виду, какими организациями, как вот это все, что это несколько организаций, как вообще все это происходило, вот подробнее можно сказать? Да, уважаемые коллеги, мы с вами анонсировали разговор о том, что более подробно сам процесс создания этих клинических рекомендаций мы будем обязательно обсуждать. Это не самодеятельная какая-то, если хотите так, вот придумка, это не спонтанно выдуманные механизмы, это все четко определено теми правками в федеральном законе, о которых шла речь на прошлом вебинаре. В 2018 году в федеральные законы были внесены изменения, направленные на внедрение клинических рекомендаций, и там четко прописано, как все должно происходить. Ну, в частности, статья 37 давала возможность проследить нам, каким образом происходит создание этих клинических рекомендаций. Министерство здравоохранения России выбирает нозологические формы, наиболее значимые, наиболее актуальные для данного периода, либо группы заболеваний. Именно федеральный орган исполнительной власти, Министерство здравоохранения, определяет круг заболеваний. И выносит на обсуждение профессиональных, некоммерческих, независимых медицинских организаций вопрос о необходимости создания таких клинических рекомендаций. Эти медицинские, профессиональные, некоммерческие организации разрабатывают по конкретным нозологическим формам. Причем, опять-таки, в прошлый раз вы задавали вопрос, и он, наверное, очень важный и очень правильный. Только ли одна какая-то организация, сообщество, ассоциация, союз разрабатывает, или привлекаются разные, безусловно, наиболее высокий уровень согласования, снятие всех спорных моментов, субъективности, тогда, когда клиническая рекомендация разрабатывается несколькими медицинскими, профессиональными сообществами. Причем, все эти клинические рекомендации имеют выстроенную, одинаковую структуру. Независимо от того, разрабатывает ли эта ассоциация, к примеру, специалистов по оторенингологии, либо по кушерству гинекологии, по коллапрактологии, либо по гириатрии, есть четко обозначенные структурные моменты, которые обязательно должны быть в любой клинической рекомендации озвучены, согласованы, согласованы, утверждены непосредственно этими профессиональными сообществами, то есть сняты все вопросы, и в таком виде только представлены уже в Министерство здравоохранения России. Причем был создан специально научно-практический совет, в который эта рекомендация согласованная поступает. В научно-практическом совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации экспертами, ведущими экспертами, происходит обсуждение поступившей рекомендации. Эти рекомендации могут быть после рассмотрения либо одобрены, об этом сообщается тем медицинским профессиональным ассоциациям, кто их разрабатывал, и в конечном итоге утверждены Министерством здравоохранения России. И вот сегодня мы с вами будем смотреть на тот перечень клинических рекомендаций, где педиатрическая часть представлена, которые являются уже одобренными и утвержденными Министерством здравоохранения. Не просто разработанными, но уже полностью прошли все вот эти этапы согласования, одобрения и утверждения. И научно-практический совет при Минздраве. Именно он является тем органом, который решает, соответствует ли эта клиническая рекомендация всем требованиям в соответствии с федеральными законами. То есть вот когда на клинической рекомендации написано, что она разработана этим обществом, этим обществом, этим, или ассоциацией определенных врачей, то и внизу еще написано, что она утверждена научно-практическим советом при Минздраве. Вот это окончательная версия. Нет, она будет иметь немножко другой гриф. Одобрена. Одобрена. Научно-практическим советом при Минздраве. А утверждена уже, то есть там обязательно это должно быть, что Минздрав утвердил после одобрения. И тогда она является действительно юридическим документом. Спасибо, что разъяснили. Потому что вот эти юридические тонкости, ну вот так же, как я, вам задаете вопросы, для врачей, ну, не совсем всегда понятно. То есть вот теперь понятно, как должен выглядеть окончательный документ, по которому они работают. Он должен иметь список разработчиков, одобрение научно-практического совета при Минздраве, и должен быть утвержден Минздравом России. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на это, потому что клинические рекомендации могут быть субъективными, выпущенными какой-то одной школой. Клинические рекомендации, ну, к примеру, там, кафедры такой-то при таком-то университете, да? Они могут быть в качестве рекомендаций для ознакомления. Но юридическим документом, который является основой для оказания медицинской помощи, являются как раз те, которые одобрены научно-практическим советом Минздрава и утверждены. Это оптимальный вариант, когда строго были выполнены все требования, все несогласованные позиции в этой рекомендации были исключены на уровне еще обсуждения медицинскими профессиональными сообществами, ассоциациями, организациями. И в Минздрав поступает документ, который не требует никаких правок, вопросов, корректировок. Вот то, что сейчас на слайде, это оптимальный вариант. Не всегда бывает так. А как? Бывает иногда по-другому. Разработанные клинические рекомендации после экспертизы в научно-практическом совете выявляются принципиальные позиции, которые не могут быть одобрены. Они отклоняются, они не одобрены. Все, точка. Такие клинические рекомендации не появятся на официальном сайте Минздрава. Они не будут приниматься во внимание практическими врачами. Это категорическое нет. Вот если переводить на русский язык. Нет. В таком виде эти клинические рекомендации нелегитимны. Но об этом будут знать общественные организации, которые их писали. Мы с вами, как конечные потребители, этого не узнаем. Мы об этом не узнаем. Слава Богу. Еще один вариант. Когда есть по подавляющему большинству позиции одобрение научно-практического совета, но требуется, к примеру, уточнение либо согласование каких-то позиций. Мы можем принять за основу эти клинические рекомендации, научно-практический совет говорит, но необходимо доработать. Может быть, по техническому регламенту что-то не соблюдено. Та структура, которая должна быть четко выверена, не соответствует. В любом случае, вот в этой ситуации, когда принципиальных замечаний нет, этот вариант клинических рекомендаций отправляется на доработку. Туда же, где она разрабатывалась. То есть, в те медицинские профессиональные организации, где происходила подготовка, согласование этих клинических рекомендаций. Чем-то похоже на защиту диссертации, когда что-то не доработано. Не совсем. Если на защиту диссертация подается, и она не одобрена, второго раза защиты не будет. Защита считается, увы, отрицательной. Не защитил свою работу аспиранца, искателя. В этой ситуации принципиальных различий, разночтений нет, но требуется либо приведение к форме адекватной, либо снятие каких-то вопросов, которые на данном этапе пока еще не могут быть согласованы. В конечном итоге, если эта доработка полностью удовлетворяет научно-практический совет, куда опять поступает эта работа, ее согласуют и утверждают. Ну и, конечно, мы должны понимать, что мы не увидим промежуточного варианта. Мы увидим только уже утвержденный и одобренный вариант. Вот эти все вещи, о которых мы сейчас с вами говорили, позволили уже к первому январю 2022 года иметь целый набор клинических организаций, которые и одобрены, и утверждены. Собственно, именно поэтому мы с вами и встречаемся сейчас, и обращаем на это внимание. Андрей Леонидович, вам просто огромное спасибо за то, что вы все это разъясняете, потому что, ну вот у меня, например, теперь доверие к этим клиническим рекомендациям просто возросло в разы. Потому что до этого момента, ну, какие-то клинические, ну, сколько по жизни этих клинических рекомендаций, да? Теперь, понимая, как они были созданы, уже начинаешь относиться к этому как к серьезному документу, то есть к серьезной и очень серьезной работе многих организаций. Спасибо. Ну и следующий момент очень важный. Где смотреть их? Да. Сейчас, в соответствии с постановлением правительства ноябрьского 21-го года о поэтапном начале применения этих клинических рекомендаций, мы можем понимать, что единственным официальным на сегодняшний день локусом, где мы можем посмотреть перечень рекомендаций этих и непосредственно сами рекомендации, является официальный сайт Министерства здравоохранения России. Ну, я так думаю, что в ближайшее время будут печатные варианты, бумажные варианты нам предоставлены, но в качестве тех клинических рекомендаций, которые должны быть обязательными с 1 января 22-го года, считаются только те, в соответствии с этим постановлением правительства, которые были, обратите внимание, размещены на этом сайте до 1 сентября 21-го года. Это принципиальное для нас с вами положение. Там их намного больше. Они все время разрабатываются, одобряются, утверждаются, но мы должны в качестве легитимной основы использовать только те, которые были до 1 сентября размещены на сайте Минздрава. Но вы нам расскажете конкретно, какие это рекомендации. Конечно. Для проверки вы можете воспользоваться вот этой ссылкой, можете сделать скриншот, либо зайти на сайт Минздрава сами. Но мы думаем, что нужно упростить и сократить время поиска. Поэтому сразу же даем вам электронный путь для поиска. И для облегчения сгруппировали те клинические рекомендации по педиатрии, где есть категория «Дети», которые были размещены до 1 сентября 21-го года, а значит, они являются обязательными для практического использования при оказании медицинской помощи с 1 января 22-го года. То есть фактически на протяжении этого месяца уже. Итак, вот смотрите, мы сгруппировали эти клинические рекомендации. Группа заболеваний, где генез заболеваний – аллергия. Это атопический дерматит, бронхиальная астма, аллергический ринит, анафилактический шок, наследственный ангиотек. Причем я, наверное, еще раз, может быть, даже уже и избыточно, но подчеркну, что подавляющее большинство из этих рекомендаций были созданы несколькими профессиональными медицинскими сообществами. А можно я еще, как все-таки человек, который ближе к врачам общей практики, не педиатр, скажу, что многие из этих рекомендаций имеют две ссылки – и дети, и взрослые. Контингент. Контингент, да. Которые должны они применяться. Да, совершенно верно. Дети и взрослые. Совершенно верно. И, ну, может быть, сразу возникнут вопросы сейчас, есть смысл на них предвосвещая ответить. Мы будем обсуждать каждую нозологическую форму тогда, когда поймем, как пользоваться клиническими рекомендациями. это во многом упростит ваше восприятие той информации, которая представлена в клинических рекомендациях. Мы не будем рассказывать этиологию, патогенез, принципы, и детализация, обследование и так далее, и так далее. Мы попытаемся, на примере какой-то одной клинической рекомендации, самой простой, показать, как это должно быть, восприниматься и как это должно внедряться. Итак, коллеги, это группа заболеваний, которые должны нами учитываться при оказании помощи уже в этом году. Все, уже месяц, как мы должны оказывать помощь. Напомню, потому что именно на основе этих клинических рекомендаций будет потом проводиться экспертиза оценки качества оказания медицинской помощи. И если мы при каком-то из этих состояний применяем другие методы диагностики, профилактики, лечения, которые не прописаны в клинической рекомендации, то, естественно, это оценивается как плохо. Не просто плохо, а значит, мы нарушаем, юридически нарушаем порядок оказания медицинской помощи, а значит, оценка будет у нас неудовлетворительная при аттестации, при том же, при подготовке того же портфолио для периодической аккредитации. Эндокринологические заболевания в педиатрической практике ожирение, сахарный диабет первого типа, сахарный диабет второго типа, преждевременное половое развитие. Заболевания связаны с нарушением иммунной системы, в частности, такие группы заболеваний, как первичные иммунодефициты и аутоиммунные заболевания. Юношеский артрит системным началом, болезнь крона, интерферона, патии первого типа, первичный иммунодефицит, тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. Туда же можно отнести и синдром Дилец и 22-й хромосомы, синдром Ди Георга, либо синдром Ди Джорджа. Это связано просто с произношением, не совсем правильным нашим, скажем так, восприятием англоязычных терминов. Да, это одно и то же. Первичный иммунодефицит и цепленный лимфопроглиферативный синдром. И большой круг заболеваний, которые очень часто являются, ну то, что называется, основными при оказании неотложной помощи. Это инфекционно- воспалительные заболевания, инфекция мочеводящих путей, острый бронхиолит, бронхит, острый танзелит и фарингит, острый обструктивный ларингит и эпиглотит, ну и вещи, о которых мы тоже должны помнить. ВИЧ-инфекция и туберкулез, инфекционные заболевания. И группа гематологических заболеваний, среди которых железодефицитная анемия, витамин В9, то есть фолиеводефицитная анемия, витамин В12 дефицитная анемия, анемия при хронической болезни почек, при злокачественных новообразованиях, гемофилия, болезнь вилибранта, кагулопатии, сербовидно-плеточные нарушения и острые парфилы. Вот последние эти все нозологические формы, конечно, к счастью, редкие для практики педиатра, и это все-таки удел гематологов, но учитывая, что такие дети могут быть на участке, либо поступать в стационары, как правило, именно они становятся причиной очень трудного пути верификации диагноза и пролонгации этого периода. То есть задача педиатра или даже неонатолога все-таки заподозрить это заболевание и отправить этого ребеночка вовремя. Вовремя понять, что это нетипичная ситуация и привлечь к поиску уже непосредственной причины специалистов. Данной ситуации придется, наверное, вначале нам давать очень короткую такую, как вы назвали, теоретическую вводку. какие клинические симптомы требуют обязательного учета для того, чтобы не пропустить те либо иные редкие, в данной ситуации редкие заболевания крови. А вот, например, гематологические, ну, так, чтобы врачам было примерчик какой-нибудь приведете? Ну, самый простой, допустим, избыточная кровоточивость у ребенка, на которую не обращают внимания, ну, образно говоря, там, кровотечение с почной рамки, либо по каким-то поводам туалет носовых ходов, обычным ватным тампончиком приводит к кровоточивости. Или более тесная пеленка, или более тесное, допустим, да, воздействие, более сильное воздействие при смене подгузника образования петехи либо синячку. Вот это не должно выскальзывать. Причин очень много. И в обычных амбулаторных условиях ты не разберешься с этим. Поэтому это должен врач увидеть, своевременно заметить и понять, что это тот клинический симптом, который требует обязательного, ургентного внимания для постановки диагноза. Но мы будем, наверное, очень коротко, поскольку это все-таки для нас не самоцель. Мне кажется, мы должны как раз сосредоточиться на тех вещах, которые вот реально могут... Это же тоже иллюзия, что вот эти какие-то сложные заболевания, они где-то там, но не здесь. Ничего подобного, доктора. Все эти заболевания у вас. Вы первые, кто их видите. Другое дело, что если ваших знаний хватило на то, чтобы увидеть это и отправить ребенка дальше лечиться уже на специализированные какие-то институты, там, учреждения и так далее, это честь вам и хвала. Но вы дальше будете его и наблюдать. То есть все равно, казалось бы, вот эти редкие заболевания, их тоже надо знать как орешки. Безусловно, поскольку после установления диагноза вопросы профилактики, вторичной профилактики, вопросы, связанные с наблюдением динамическим, они лягут на плечи врача-педиатра, ну и врача общей практики, если там педиатра нет. Поэтому, безусловно, знать это надо. Понятно, что мы не сможем быть на том же уровне, как и специалисты, гематологи, но общие принципы должны быть в наших руках, и мы должны владеть адекватно вот этими вопросами, оказанием помощи на уровне, допустим, педиатрического участка, стационарного, обычного педиатрического отделения. Ну, кстати, мне даже приходила мысль, что вот в этих рекомендациях достаточно подробно описано лечение, вряд ли врач на участке будет его назначать, но к нему приходит пациент, который уже, получил рекомендации у специалиста, а выполнять это лечение он будет под наблюдением педиатра. Вот, и вот здесь педиатр должен понимать, а выполняет ли полностью, то есть, ну, какая-то экспертная оценка педиатра на участке, для этого надо все-таки открыть эти рекомендации или выучить их накануне, понять, что назначено, соответствует, не соответствует, и здесь очень большая роль первичного звена в ведении таких, в общем-то, нечастых детей, но они бывают, и в общем, это не редкость. Да, да, ну, мы этим с вами будем заниматься на последующих вебинарах, а пока все-таки я предлагаю еще на следующий раз разобраться, каким образом читать рекомендации, как понимать, что там представлена, структура, и непосредственное воплощение в практическую жизнь тех позиций, которые там представлены, поскольку они являются не конспектом, вот просто конспектом, делай А, делай Б, делай С, а информацией, что может быть, вами сделано, а выбор все равно за лечим врачом. То есть думать придется врачу, безусловно, безусловно, и думаю, что отдельный вебинар нам надо будет посвятить именно этому. Спасибо огромное, мы будем с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Спасибо. Спасибо, доктор. Всего доброго. До свидания. Ассоциация Серано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информацией. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Серано образование станет ближе и удобнее.